Слышь, ты дуй намного меньше. Слышишь, да? То есть у него как выдох просто идет. А ты делаешь так? Конечно, тебе намного труднее. А я делаю? У меня тогда вообще ничего нет. Ну, надо потренироваться. И теперь, когда будешь это отыграть, на середине закроешь, на середине выдоха. Не попал. Супер! Молодец! Классно. Видишь? Надо по пять минут вработать. Вместо курения больше курить не ходи. Курить брос. Вместо того, когда на балкон идешь покурить, ты возьми, на что ли, иди поиграй. С чего ты взял, что я курил? Ну, я курил, потом убрал, и мне легче стало. Может, я... Я не курил. Я пошутил. Я не курил. Что еще нужно бросить, чтобы начать дуть? Что еще нужно бросить? У меня есть такая черта, я иногда слишком серьезно отношусь к каким-то вещам. Вот помнишь, мы с тобой говорили о взрослой и дети? Взрослый там, блин, сейчас надо это сделать, там весь заведенный вот такой. А ребенок... Большая сила намерения. Усвистел, и поэтому... Это мужская черта, наверное. А взрослый сделал это большое якобы дело, и... Да, потому что основная энергия ушла вот на вот эту вот... Чрезмерную серьезность. Да, накручивание себя, какие-то борьба со внутренними сопротивлениями. Ну, наверное, потому что вот такая мужская энергия для таких больших проектов. Для каких-то глобальных... Да, ну, на самом деле, не обязательно там... Ну, настрой такой же. Мужчина-женщина, и у женщин... Почему? Женщина же с детьми, если она не так. Если она с детишками бегает... Мало женщин-бизнесменов. Это когда они с детишками не бегают. Понимаешь, у нас же у каждого, вот как в Китае, да, вот инь-янь, Ну да. Так же и у нас у каждого мужское и женское начало. И, ну, просто бывает, там, в женщине гораздо больше мужского, да, чем в другом каком-то... Там превалирует одно, а здесь другое. Да, да, да. Поэтому, ну, вот эти вот, как бы... Ну, я вообще не сторонник деления, да. Да я тоже не сторонник. Мужчина-женщина, плохой-хороший, там, добрый-хороший. По факту приходится с этим считаться, потому что женщин им легче, например, которые не бизнес-леди, и с детьми, если легко, понимаешь, как ребенок. Ребенок же по-другому, чем взрослый. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, побежали туда, побежали сюда. Ты знаешь, вот, как отец, который вот уже со вторым ребенком периодически на больничных сидит, я с полной ответственностью заявляю, что дети, это вот не просто легко его ля-ля-ля-ля. Ну, вот, некоторые женщины так говорят. Они энергию очень потребляют. Представь, если женщина там рожала детей и дома была с ними всегда не отчасти. Понимаешь, вот, меня не понимали люди, когда я говорил, слава богу, больничный закончился, на работу выйду хоть, отдохну. Понимаешь? То есть, мне проще на работе со взрослыми людьми, чем вот с больным ребенком. В определенных структурах, к которым привык. А с детьми-то оно как? Там что-то неожиданное вечно. И опасность еще может была выступница, съесть не было. Да, это... Мало чего. Нет, я не беру это в расчет, вот эти вот, потому что, ну, слава богу. А у меня, знаешь, когда на старой квартире жили, вот, старшая дочка, там вообще, вот, ну, пятиэтажки двухкомнатные, и там же вот все комнатки ТЭТ, особо разогнаться негде. И вот она там врезалась куда только можно и куда нельзя. Диван в этот, в проем дверной. То есть, вот, хотя там я делал специальный, там, метровый проем, чтобы, ну, диван можно было вносить. И то вот она умудрялась, вот такая шкетка умудрялась врезаться, то есть, не вписаться, то есть, куда только вся в синяках была. И когда вот в новую квартиру переехали, я, во-первых, во всей квартире у нас всего две двери, то есть, туалет, ванна. В спальне нету дверей, в зале, в кухне нету. То есть, максимально свободное пространство, чтобы вот они летали, они вот у меня на роликах, на машинках, на велосипедах гоняли. Слезу же выглядели? Конечно. Ну, не так давно, кстати. Пока не было. Не, ну, опять же, видишь, это же все днем, это же мы не по ночам скачем. Сразу Чапаева с Петькой представляет. Хотя одни соседи пытались, ну... Воспитать вас? Нет, такую видимость создать. Писали заявление на нас. Просили вам выделить какой-то домик на земле. Якобы собака у нас круглосуточно воет и гавкает. Не только на Луну. Просили вам выделить какой-то домик на земле. 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 мы с тобой уже выступаем нормально ну я более критично к этому отношусь ну зато не боишься хоть бывает люди стесняются, боятся помешать что-то а ты нормально держишь ритм вот в «Опале» и «Березы» играли ты прям ее держал в ритме потому что знакомая знакомая мелодия ну а самое главное вот это вообще просто не боятся и не боятся мы же учимся да, да, да какие могут быть стрази классно без этого все урок закончен сегодня хватит надо придумывать тебе какие-то домашние задания хоть по несколько минут не знаю регулярность, наверное, самая главная жизнь вода камень точит каждый день немножко траляляляляляляляля я ложу в лукошко накапливается понемножку я играю классно губы расслабляю звук получается на грациозности смотрю у нас грациозностью сейчас воду надо выпить на я помню до свидания такой 3 3 урок